Я вам сейчас прочту слова церковным людям известный человек, погоден такой, деятель был замечательный. Это он эти слова произнес, только вдумайтесь, сегодня 2012, да, и мы говорим о распинании русскости. А он эти слова произнес, 1863 году, 1863, хотим послушать, что говорит погоден. Это речь, это отрывок такой, из его речи, которую он произнес Московском обществе любителей российской совместности. Повторяю еще раз, тысячу восемь сущностей. Странная судьба русского клеймена, говорит он. Сейчас ядовитый, но он самый ироничный, он не говорит русского клеймена. Сейчас пойду, почему он так говорит. Странная судьба русского клеймена. У нас не переводятся клики с нелегкие руки Беринского, находящие многих последователей и даже поклонников, которые провозглашаются во всеуслышание, что у русских нет языка, нет истории, нет предков, нет поэзии, нет литературы, нет права, нет никакого искусства. Все заимственное, чужое, краденое. Вы слышите, когда это сказали? Криком разговаривали, тогда еще. Наконец нашлись и такие, которые доказали ученые Европе, что и нас нет. Ученые Европы, а между нами нашлись удалые болотцы, которые поверили ученым доказательствам и зажнули в глаза, воскликнули след за ними. Так точно у вас нет. Вот так. Это зараза давно, не чужие. Об этой заразе гораздо раньше, чем об этом сказал Михаил Павлович. Говорил Шишков. Он обращался к русской аристократике, что вы делаете? Для воспитания русских борчуков, их называют борчуки, будущая ревина, вы приглашаете француза. И он пишет, чему доброму может научить француз русскому владельцу? И он обращается к современникам и задает вопрос. Французы его одевают, кормят, причесывают, а потом водят гулять. Он говорит по-французски разговаривать с мадамой, с тетей, с папашей, с мамашей, с оттенниками, только французами. Потом замечательные вопросы задают современникам, а они вообще не понимают, почему. Он говорит, а на каком языке ребенок, воспитанный французами, на каком языке он молится Богу? И последнее, и молится ли вообще? Из этих детей, воспитанные французами, вышли декабристы. Поэтому последствия декабриза. У нас в России все домотканное, сухонное, сельмяжное. А вот там, на западе, там даже хоронят, смотрите, как с дома, с клоунами. У нас тоже с домами хоронят, помните, не про ровно, помните мое слово. Достоевские, замечательные слова. Судите, русский народ, не по тем мерзостям, которые он так часто делает, да? А по тем великим и святым вещам, по которым он и в своей мерзости поставил вздыхать. А ведь не все же в народе мерзости, есть прямо святые, да еще какие, сами святят и всем путь освящают. Самый последний цитат, их у меня много, я прошу и вас. Нет, я в принципе до послезавтра свободен. Отошел к Богу, некоторое время назад, может кто-то из вас знает, его публиковали, у нас это русская зарубежная церковь, драгоценный для нас люди. Протопресвитель Александр Киселек, он был настоятелем храма преподобного Серафима, царство Нью-Йорк. Потом он приехал в Россию, посмотри, что он сказал, тем, кто не был еще в России, очень советую побывать, прочувствовать, ощутить невидимое и не отвернуться от многого видела. Вот, ну, да? Да. Да, если есть вопросы. Да, большое. Вот вы говорили о Зое Космодельнянской, женщина вам там что-то прислала, и вы хотели что-то еще дополнить? Ой, да, да, спасибо. Как говорит один друг в Пятигорске, говорит, знаешь, что самое главное? Склероз, говорит, уже есть, а памяти уже нет. Вчера прошел третий выпуск новой программы, некоторое время. Кстати, вот из этих молитв, о которых я вам рассказывал, это в моем мире, выросла целая телевизионная программа. Она называется «Неравнодушный разговор». Случилось так, что вот, вообще-то случилась такая история, вот моя жена, она заболела сильно, и врачи поставили мне очень хороший диагноз. Ну, сказали, что нехороший. Вот. В общем, надо делать операцию, но мы на что ничего не гарантируем и так далее. Замечательно вообще-то. И потом мы вернули, и я перед тем, как ехать второй раз к ним, за окончательно, да, еще раз, делаем анализы, я думаю, подождите, дай мне 40 минут. Я прошел компьютер и разостал просьбы всем моим друзьям, у меня их много, помолиться о них. И когда мы приехали, все было по-другому. И, вернувшись, первым делом, только сбросил себе одежду, я не ездил и чай, а компьютеры, чтобы всем поблагодарить, чтобы ваша памятная молитва, а как, помогло, что я работаю. Так, знаете, и началось. Люди стали слать мне просьбы, я стал это обрабатывать, рассылать, вообще такая работа началась, послушание разное было. И среди моих друзей тоже, в моем мире, есть, генеральный директор телеканала «Радость моя», есть такой замечательный телевизионный канал «Радость моя», он семейный, образовательный, православный. Он вещает 24 часа в сутки и нет одной секунды рекламы, вот это никакая. В течение суток они в какие-либо рекомендации должны попасть, серьезно, потому что, вот вы знаете, есть кукольные переграды, там «Спокойной ночи, Могашин», да, которые выходят раз в сутки. У них каждые сутки выходят три кукольные программы, в утро-вечер-вечер для детей, по оригинальному сценарию, да, в шишкин-весе. Там образовательный, там познавательный, то есть там вот такой воздушный, и только буквы стариков, все есть. Причем хороший терминал, когда попадаешь, там все передачи тоже пошли, фильмы отсняты, программы, поверьте, очень интересные. Музыкально образовательные, эстетичные, там лекции покойного Дунаева профессора, где он сам рассказывал, очень много. Там Дворкин записал целую серию передач «Сектор», то есть там все выложено. За два года я записал там 52 программы о ручественной языке, «Тайный русский», они тоже там выложены. Их показывают часто по телеканалу «Союз», и люди думают, что я снял «Союз», «Союз» просто взял, чтобы показать. Значит, там какая-то функциональная таленка, в ней тоже нет. Если у кого-то есть интернет, все очень просто. Вы входите в любое поисковое окно и набирайте русскими словами слова Серафима Соростова, который вам встречал пару человек. Радость моя, двигайте, попадайте туда, и там, значит, вам есть онлайн, а вы тут, вы не можете сказать, то есть прямо это в связи, там всегда можно увидеть, что сейчас идет. Значит, каждую субботу в 22 часа, в 10 часов вечера на телеканале, каждую субботу вчера будет. Выходит новая программа, 40 минут она идет, называется «Мира в надушную историю». Вчера у меня в гостях был профессор Тросников Виктор Николаевич, по-моему, была очень интересная история, беседа. Она называлась, была посвящена русской истории, но с точки зрения божественной, бог русской истории. Очень интересно, поверьте. Следующую субботу будет Академик Атасунов, православный человек, профессор Академик, он закапливает ГИМО. Будем говорить о 9-11-й щите. Очень интересно. Потом была Циклакова, еще будет Циклакова, и скоро буду записывать, вот, раз в двух на днях, уже три программы с Архимандритом, он дал согласно Тихоновым, Шевкуновым. Есть о чем поговорить. Так у нас очень большой список тем, а в понедельник, кто не успел посмотреть, там опять будут выложены все программы, а в понедельник, в полночь, повтор. Для тех, кто так не разумеет. Вот. Так что? Что? Записы уже нельзя. Можно, они выкладывают сейчас. У нас же всегда все с опозданием. Там уже есть сайт, где можно отзывы оставить, я буду очень благодарен. И у меня просьба, если будете смотреть, пожалуйста, предлагайте. Может быть, вы знаете интересных людей, мы даже приедем. Вот. Или вы считаете, что вот неравнодушный разговор вызываете? Вот какие есть проблемы, которые не терпят нашу работу? Потому что в моей первой передаче, первая программа была записана на Смолене Юрьевне Шераменко. Мы начали с того, что какую бы сторону нашей жизни мы не анализируем, где у нас проблемы? У нас везде. Здравоохранение, образование, воспитание детей. Да везде. У нас входит только один. Равнодушный. У нас в Священном Писании, да? Ой, если бы ты был холоден или горячим, так как ты и холоден, и не горячим. Смейте тебя из уст моих. Вот эта теплохладность – это самая великая наша беда. Вот этому посвящен вот такой цикл беседы. Я дам автора ведущего. Как Космодемьянскую послушаем, нет? Я буду говорить обязательно о Космодемьянске, о героях-пионерах и о комсомуте. Конечно, об этом надо говорить. Это такие замечательные русские люди, и такой привет мы подражаем. Сегодня, когда нашу Русь... Знаете, удивительно, ведь Русь святая – это не русское изобретение. Сегодня мы только немножко проснулись с русскостью. Это далеко не вся беседа. Может, когда еще приеду, мы продолжим. Дело в том, что Русь святая назвали Россию иностранцем, чтобы с ней. Лицо к лицу. Русские мы святые никогда в жизни себя так не называли. Нет, ну что вы. Когда русские люди были просвещены в храме, просвещены, потому что Христос сказал «Лазь есим свят». Конечно, мы здесь и просвещены люди в храме. Но когда, батюшка, попадаешь в аудиторию, даже в Узовский, да, они надмеваются своим часто знанием. И ты рассказываешь, чем ты про Александра Смирского, они не знают. Они не знают, что второй раз. Все знают, что первый раз, даже атеисты, как информацию, да, что первый раз Троица в оплоте была явлена святым праведным Авраамом Исаием. Это знание. А то, что второй раз в истории человечества Троица в оплоте была явлена русскому святому, простите меня, но какая бы другая национальность, если так похоже пишет, племя, взяла бы там такие плакаты нарисовали, где и ночь ходили бы с этими плакатами. К нам не верил устроиться, к нашему народу. А потом только поменялись бы друг с другом, чтобы плакаты не просидали, да? А русские плакаты так спокойно. Я удивился, я нашел в письмах, в венниках святого праведного Иоанна Штатского об этом, Александра Свирского. Он пишет, я сейчас не доставлю нацитивную мысль святого праведного, он пишет, что «А то, что второй раз трогаться было явлено в оплоте русскому святому, к этому надо относиться в смирении, не гордиться». Я понимаю, что со смирением, но смирение и забвение – это разное личное. Около 600 лет лежит этот человек, у которого цвет кожи, у которого мягкая плоть, и у которого температура всегда 36,6. Кто из нас более богатый? И который источает ароматы всех цветов, главного хранения. Это же удивительно, ведь советский власть, когда начал бороться со святыми мощами, ведь первые мощи, которые, согласно декрету, изымали, которые были мощи, Александр Алексеевич, любой атеист, когда видел его все, приходил, это ведь, по-моему, единственный святой, у которого икона была написана с его лица. Да, с мощей. Да, с лицом. Когда его просматривали, просто надо было откинуть вот этот тулов и написать, что утилительная икона, он же ведь вепс. Национальная икона. Он по-русски говорит, да? Он по-национальности вепс. Такая в Карелии, на Севере, если это не больше не выводится, и несвоеобразная такая форма лица. И вот, если вы видите, он по-русски, да, Александра Северского, вы действительно по лицу видно, вот, по форме лица видно, да? Лица видно, что я вепс. Это вепс русский. Кстати, сколько в мире православных народов, да? Десятых православных народов. Но я в этом, святая отрица, именно русский, поэтому это великая, это указание, как я взбужил. Я последнее хочу вам сказать, что есть великая национальная идея, на мой взгляд, это сохранение наших просторок. Это сохранение нашей великой страны от океана до океана. И это не потому, что мы такие жадные, никому не хотели уступить пять родной земли, просто в каждой пять этой земли, потому что мы были в святой мощи наших святых людей, а в Евангелии написано, что нельзя бросать, да? Нельзя метать, не надо метать в бисер, перед сеньем и бросать в святые небеса. Потому что любой плачок земли, который мощен, который мы по доброте нашим, выбирал своим уступим, завтра она будет попрана. Ли будут глумиться, и это на нашей совести. Вот почему нельзя уступать. А еще давайте заканчиваем на высокой ноте, и скажем о том, что Россия единственная страна в мире, единственная страна во всем мире, где никогда не заканчивается божество Катеркия. И как только она затихает на западе, то мне говорят, тут же, тут же, на востоке, начинают служить Богу. Как написал Максим Яковлев, писатель, мне очень нравится, он мне подарил, когда свои дневники, почему она духовно там была написана, ведь должна же быть хоть одна страна в мире, где всегда непременно, непрерывно Богу служит. Я думаю, что Богу нужна страна, где бы всегда, без секунды перерыва, Его бы поставили славой. Вот значит, разве это не национальный мир? Чем не национальный мир? Вот такая у нас страна. Поэтому мы действительно, у нас есть великая миссия. Завершаю, хочу тебе слова сказать, которые я сказал в начале. Русские обязаны быть сильными. Это их историческая миссия, это их объемность перед Богом. А подлинно сильным мы стараемся только в мире, где мы соединяемся со Христом, физически, духовно, а и таистически совершенно образом. И, как говорит русская поговорка, если Бог за нас, то дамся. Да? Спасибо.